Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре баллонские удилища от компании Волжанка Optima Bola. Как вы знаете, есть маховые удилища, точно есть такие же Optima. О них тоже смотрите видео-обзор на нашем канале Multifish TV Максим Балаев. Но вот сегодня мы рассказываем про баллонки. Значит, серия включает в себя 4 удилища, 4, 5, 6, 7 метров. Фактическую их длину я скажу чуть позже, когда мы их разберем, разложим, мы их померяем метром. Потому что, как известно, многие фирмы-производители, ну 99% я бы сказал, фирмы-производителей, они фактическую длину уменьшают. Если кто-то это делает на полуметра, как Black Hole, да, то, в общем-то, достаточно честный производитель, ограничивается там условно 15-20 сантиметрами и так далее. Ну, давайте по баллонкам. Значит, достаточно недорогой уголечек здесь стоит, но, в общем-то, серия позиционируется как бюджетная, народная. Тест каждой удочки 25 грамм. Удилища, естественно, снабжены вот таким пластиковым защитным колпачком на резинке, которая, в общем-то, достаточно долговечна. По кольцам вставки колец надежны, проверены уже временем. Я, как бы, знаю эту модель, но так как к волжанке отношений не имею, наверное, я не имею права называть модель именно кольца. Но, я думаю, для многих это практически для всех не имеет значения, а имеет значение то, что я говорю, что они надежны и не пилятся. Вот, наверное, это самое главное. Остальное это уже на разработчиках, то есть на мне. Значит, хлыстик у нас снабжен двумя разгрузочными кольцами, которые, соответственно, позволяют распределять более плавно нагрузку на дальнейшие, более жесткие колена, более силовые колена, для того, чтобы хлыст не ломался на первой же рыбе. А так происходит, у кого нет таких разгрузочных колец, у такой относительно деликатной снасти. Ну, скажем так, это не до конца деликатная, но, тем не менее, относительно каких-то силовых палок, силовых универсальных удилищ с кольцами, это деликатная снасть. Значит, по катушкодержателю. Тоже надежный катушкодержатель. Что самое важное, сюда входят катушки даже 4000. Сюда можно поставить, хотя это и не нужно. По лепестку самого бегунка он надежный, никаких проблем не возникает, то есть его даже вот руками согнуть нельзя. То есть бывает, как вы знаете, там у каких-то моделей в кайте и так далее, то лепесточек там 25 раз его вот так вот согнул, да, защипил, потом назад его отснимаешь, и лепестки вот эти, они гнутся все. То есть металл настолько тонкий, настолько сэкономили, что он весь гуляет. Вот здесь такого нет. Хо достаточно, ну, достаточен для катушек баллонских. То есть, скажем так, 6000 ньютон составить не будет, как и 5000. Поэтому 2-3 пашемана, 2-3 тысячи пашемана совершенно спокойно сюда заходят, никаких проблем нет. Дальше. Здесь у нас противоскользящее такое покрытие, точечки такие поставлены. Ну, как раз оно в принципе удобно. То есть действительно относительно вот этого бланка скользкого здесь рука цепляет. Значит, металлическая пробка. С резиновой мягкой вставкой. И вот такая неопреновая вещь. Это служит для того, чтобы колено упирались в нее. Это важная вещь. И чтобы кольца друг на друга там при складывании удилища не ложились и не ломались. Поэтому вот такая вот вещица здесь есть. И она, в общем-то, должна быть. Некоторые на бюджетных удочках не ставят ее. Но, тем не менее, вот здесь волжанке надо сказать большое спасибо, что действительно вещь поставили в качестве нужную. Господа, давайте теперь измерим основные замеры произведем. Взвесим, что, в общем-то, интересует всех. Ну, и, в общем, справедливо интересует. Только не забывайте, что баланс, он важнее веса. Вес тоже важен, но баланс не менее важен. А чуть больше даже. Значит, транспортная длина семерки. 148. Шестерки. 146. Пятерки. 142. И четверки. 142. Взвешиваем. Каталог каталогами, но лучше вот так перевесить. 180 грамм, весят 4 метра. Пятерка 247. Шестерка 306. Семерка 399. Ну, и давайте диаметр замерим. Вместе хвата. Вот под катушкой держателями я измеряю. Семерка 25. Шестерка 23. Пятерка 21. И четверка 19. Раскладываем. Теперь смотрим строй. Так, господа. Вот мы разложили. Сразу говорю фактическую длину. Четверка 396. Пятерка 491. Шестерка 591. И семерка 680. Берем, начинаем с 4 метров. Лежит в руке очень приятно. Но четверки и пятерки тяжело испортить. Я вам сразу говорю как разработчик. Приятные колечки. Все очень достойно. Универсально, достойно. Карпик, карась, платвичка. Все что угодно. Течение. Стоячая вода. То есть, как вам угодно, так ее используйте. Нагружаем. Видите, строй такой средненький. Среднебыстрый, можно сказать. Ну, средненький больше. Приятный, приятный. Приятная палочка. Не вызывает никаких дискомфортных ощущений. Ни в руке. Ни в уме. Так, пятерка. Пятерка тоже приятная. В руках. Не могу сказать, что тяжелая. Или еще какая-то приятная палочка. Да, действительно. Вот такая, видите. Не шлангует она особо сильно. Ну, чуть-чуть она есть, да. Но, сами понимаете, уголь-то недорогой. То есть, от нее там что-то требовать топовости, по-моему, никто никогда не будет. Вот я специально вам выбираю белый фон, чтобы, может быть, хоть как-то можно было увидеть. Ну, давайте нагружаем. Ну, то же самое. Такая же палочка. Не толстые коленца. Диаметры. Не большие колены. Это очень важно. Соответственно, не будет парусности. Заброс делать легко. Держать в руках при боковом ветре тоже легко. Ну и, соответственно, это дает нам то, что нам не нужно усиливать нижние колена. Соответственно, следующий у нас вариант – это шестерка. Ну, в руках не могу сказать. Вот я махалочку смотрел в руках, да, держал. Ну да, да. В принципе, не могу сказать. Конечно, не идеально. Не идеально. Баланс не очень хороший. Да, начинает кивать третье колено. Видите, вот я забросик такую имитацию делаю, да, и начинает холевать третье колено. Но здесь минус тот, что она не бросит легкие оснастки. Это раз. Но плюс тот, что она будет лучше держать поплавок на жесткой придержке на течение, если вы ловите. Поэтому вот эта палочка, она подойдет для течения совершенно спокойно. Кто на нее, может быть, на стоячей воде, там, карповы любят ловить или на все. Ну, кто-то у нас такие любители. Хоть и баланс, баланская ловля – это все-таки течение, да, но у нас ловят и на стояке. Давайте нагружаем. Вот смотрите, такой вот у нас такая дуга, такая парабола. Хорошо она держит, хорошо работает. Минус ее в том, единственное, что вы не сможете использовать на ней тонкие поводки. То есть 0,12 – это нормально, 0,08, 0,1 – уже нет. Соответственно, деликатные легкие, максимально легкие поплавки – ну, тоже тяжеловато. Для этих целей есть другие, в общем-то, серии. Но ее плюс – это универсальность, это надежность, относительная неприхотливость. Ну, вот смотрите, семерка, баллонка. Да, здесь уже проблемы есть. Но при этом, пообратите внимание, строй, ну, я не могу сказать, что для баллонки это прям вот шланг совсем, да, он там висит полностью. Да, конечно, она гуляет, видите? Да, она гуляет. Вот я подсекаю, гуляет, но, скажем так, вот еще чуть-чуть и уже неприемлемо, я бы вот так сказал. Но, опять же, смотрим, сколько стоит она, какая цена, что есть наличие запасные части в, а еще и бесплатные в мультифиш для наших покупателей в период действия акции. Поэтому, скажем так, можно на это, в принципе, закрыть глаза еще и тому, кто ловит с стоек. По поплавочкам все то же самое. Легкие попаснастки, тонкие поводки – это не для нее. Ну, соответственно, нагружаем мы семерку. Точность такой же строй, как вы видите, распределяет правильно на нагрузку, то есть она у вас не сломается. На карпе можете не переживать. На дистанции, вот так, как мы сейчас ее нагружаем, я могу сейчас такую параболу сделать, да, что у меня там кончик чуть и не комлю придет. И ничего с ней не будет, потому что я вижу по бланку, что она очень правильно распределяет нагрузку. Поэтому можете не переживать за ее вот износостойкость, что называется. Выдержит она. Конечно, коснемся чехольчика немного. Вот так поставляется удилище. Ну, синтетический, тонкий достаточно чехол, но неплохой, соответствующий, скажем так, позиционируемости данной серии. То есть он не промокает, не намокает, соответственно, не пахнет, не впитывает ничего в себя. Зарязочки достаточно качественные, то есть нет такого, что вытащил один раз и выкинул его. Нет, действительно, можно перевозить. И выглядит он неплохо. Недорого, да, но и неплохо совсем. Ну, соответственно, удилище аккуратненькое. Поставляется вот так, с этикеточками, с бирочками, с защитой колец. Ну, господа, все посмотрели, да, действительно, выбирайте, покупайте. Удочки, да, семерочка тяжеловата, согласен, тяжеловата. Шестерка тоже вызывает вопросы, да, но опять же, если ловите с стоек, никаких вопросов нет. Четерка, пятерка отличные варианты. Ну, шестерку можно, скажем так, брать за ее универсальность. Семерку, в общем-то, за ту же универсальность на наличие бесплатных запасных частей в магазине Multifish, если вы покупаете у нас и являетесь подписчиком страничек магазина Multifish в социальных сетях. Вконтакте, Телеграм, Ютюб, это основные. И далее, Фейсбук, Инстаграм и Рутюб. Вот шесть социальных сетей, на которых вы подписаны. Форумы, Русфишинг и тому подобное, никаких скидок не дают. Поэтому это не имеет значения. Основное, это вы должны быть подписаны. Здесь же скажу, что такая акция, бесплатные запасные части, может получить любой, кто у нас покупал и кто подписан, в период действия акции. Об акциях я буду объявлять только в социальных сетях. Соответственно, никто больше, ниоткуда больше, вы это не узнаете. Программа лояльности. Это раздел магазина Multifish, раздел под номерами телефонов, правый верхний угол стартовой страницы сайта. Посмотрите, зайдите, там подробно расписана программа лояльности, в каком случае, на что вы имеете право получить. Мы, например, даем бесплатную гарантию пожизненную на весь срок службы удилища на заводской брак от магазина. То есть мы, да, плюс, мы даем бесплатную гарантию такую же на весь срок службы на место ремонта, если кто-то приносит у нас, к нам ремонтировать удилище, которое даже не у нас купленное. То есть, ну, никто этого не делает, сами понимаете, да. Ну и, соответственно, вот эта беспрецедентная акция, бесплатные запасные части до двух штук в год нашим покупателям и нашим подписчикам, ну, это никто не проводит, а мы уже неоднократно это проводили. Кто следит за новостями магазина, прекрасно знает, что у нас и Lucky John, и Diva, и Black Hole, и Zetrix, Major Craft, и Spinning, и огромное количество других акций. Поэтому хотите участвовать, становитесь подписчиком, покупателем магазина Multifish, и ловите на здоровье, и будьте уверены, что запчасти у вас будут, ну, понятное дело, если ничего там форс-мажоров каких-то не произойдет. Всего вам доброго и до новых встреч.